Теперь к другим темам. Химчанин Михаил Данилович Скворцов Великую Отечественную войну встретил 13-летним школьником недалеко от курорта Тиберда Карачаевской области. С самых первых дней войны мальчишка грезил о фронте, борьбе против захватчиков, и его мечта исполнилась. С ветераном познакомилась Юлия Арянина. Порой говорят, ну фронтовая у тебя фотография есть. Ну какая фронтовая фотография? Может быть в окопе, когда ты сидишь в окопе. Кто туда с фотоаппаратом придет? Война фронт-окопы. Для 13-летнего мальчишки эти слова звучали скорее романтично, чем страшно. С первой вести о том, что на Советский Союз напали фашисты, Михаил Скворцов рвался в бой. 22 июня с утра классом ходили на Нарзан. Возвращаемся с Нарзана, обратили внимание на большое количество людей. Причем такое, как не бывало я так. Ну и когда подошли к этой группе людей, то слышали с трибуны, что началась там война. Воспитанный в духе патриотизма, ребенок не мог спокойно сидеть на месте, когда страну атакует враг. И против воли родителей, чтобы приносить пользу родине, Михаил Скворцов пошел работать комбайнером. А уже к концу войны юноше удалось добиться своего. Его отправили на фронт. Сразу в окоп наводчиком пулемета Максим. Вопреки его романтическим ожиданиям оказалось страшно. Снаряды рвутся, а майор идет или нам пример показывал, идет безразлично. А мы то и дело оглядываемся. Так хотелось лечь на землю. От гибели его не раз спасали только удача и счастливый случай. Полк шел. И через болото. Минный обстрел был. Прямо рядом мины ложились. Но на болоте. Если б не болото, то все, не разнесло бы. А так мины уходили в болото, взрывались и осколки только те, которые вверх взлетали и падали на спину. На спину я их стрях и стряхнешь снова опять. Уже ближе к концу войны его отправили в военное училище. Там пулеметчик и встретил победу. В мирное время Михаил Данилович продолжил службу. Два года проработал корреспондентом. Семь лет руководил издательством. И даже специальное образование имеет. А на пенсию выходил уже будучи преподавателем центральных офицерских курсов гражданской обороны. Юлия Арианина, Дмитрий Алексеев, Служба новостей.